Необходимая часть – это двандва, то есть словосочетание с соединительной связью – это и это. И эти двандвы бывают двух видов. Во-первых, это может быть просто перечисление, как, например, Рама-шча-кришна-шча – это Рама-кришнау. Рама и Кришна – это Рама-кришнау. И тогда у нас окончание, посмотрите, получается либо двойственное, либо множественное число в зависимости от того, сколько членов в Самасе. Здесь у нас двое, поэтому получилось окончание двойственного числа нужного рода. То есть если у нас здесь Кришна – это мужской род, то и окончание тоже мужского рода двойственного числа. Если было бы еще кто-то там, то было бы уже множественного числа, окончание. Относительно Тат-Куруши и Баху-Влихи двандва, она гораздо проще воспринимается, нет? Да, 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 да. Это гораздо проще. Гораздо, гораздо. Понятно. А может быть, это чисто так вот предложение? Только тут по логике надо поставить логику рассуждений тогда, как в предыдущем. Вначале написать Рама-кришнау, а потом написать, что это Рама и Кришна. Да, кстати. Это в начало надо. Пусть скользнула здесь. Так, и второй вид двандвы – это когда, может, ну, сколько угодно чего перечисляться, но все это обозначает что-то единое, какую-то совокупность. Смотрите, например, Пани, Пада, Мухам. Здесь у нас есть руки, Пани, есть Пада, ноги, и есть Мухам, лицо. И обратите внимание на окончание, когда у нас имеется в виду именно сама Харадвандва, то у нас окончание всегда будет среднего рода, единственного числа, сколько бы этих членов не было. Это именно в том случае, когда какое-то единство обозначается. Ну, здесь Мухам оно и так среднего рода, но вот здесь вот понятно. У нас Ашва – это лошадь, она мужского рода, но здесь вот она вдруг превращается в средний род, потому что это обозначает некую совокупность, некое единство. То есть это маркер. Угу. Ну, вот и все. А в ей бхава...